...представляет к 300-летию основания Российской империи, к 300-летию основания Санкт-Петербурга. Открытие памятника Александру Третьему в Петербурге в 1909 году, через 15 лет после кончины императора. Последующая эпоха увековечивает предыдущую великолепным модернистским монументом. Ко всеобщему изумлению, проект модного скульптора Паола Трубецкого выбрала вдова Александра Третьего, императрица-мать Мария Федоровна. Вместо официального памятника – монументализированный гротеск. Современники, а еще более потомки, увидят в памятнике портрет эпохи. На слоноподобной лошади, уперевший кулак в бок, сидит здоровенный грузный всадник с окладистой бородой, на голове прихлопнутая сверху шапка кубанка. Не дать не взять справный дворник. Он считался самым русским, самым строгим и самым спокойным царем. Единственный, при ком не начали ни одной большой войны. Александр Третий миротворец. Музыка 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 Хорош. После гибели Александра Второго первое царское дело Александра Третьего об убийстве. Нового императора призывают к милости. Он отвечает, что убийц отца пощадить не вправе. Как у Николая Первого царствие начинается с пяти повешенных. Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов, Рысаков. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сколько заговорщиков осталось на свободе, неизвестно. На случай своей гибели Александр Третий назначает младшего брата Владимира Александровича регентом при 13-летнем сыне-наследнике Николая. Из Петербурга царская семья выезжает в загородный дворец в Гатчине. АПЛОДИСМЕНТЫ Оберпрокурор Святейшего Синода Победоносцев Александру Третьему. Когда сбираетесь ко сну, извольте запирать за собой двери не только в спальне, но и во всех последующих комнатах. Доверенный человек должен каждый вечер осматривать под мебелью. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Некоронованным Александр прожил в Гатчине два года. Дворец использовали для редких официальных случаев. Царская семья обитала в боковой башне. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В Гатчинском дворце при советской власти было военное училище, потом какой-то почтовый ящик, теперь реставрация. Так называемый башенный кабинет Александра Третьего. Самая строгая власть на пике могущества Российской империи, когда она стала одной шестой земли. И потом это понятие часто будет употребляться. А кабинет самодержца, ну, метров 25 в нынешнем исчислении. При том, что у Александра Третьего не было секретаря, как его не будет и у Николая Второго. Александр, второй ребенок в семье, наследником престола стал в 20 лет, когда внезапно умер старший брат. С титулом цесаревича к Александру перешла и невеста. Дочь датского короля тогда уже подобрали в следующие русские императрицы. Брак с Дагмар в православии Марии Федоровной оказался счастливым. Александр Третий – первый русский император, примерный семьянин. Первый император Бородач. Ясный взгляд, открытое лицо, прямодушный богатырь, искренний в симпатиях и заблуждениях, работяга и эконом, дома ходил в золотовых штанах. Под окнами личных покоев царской семьи – собственный сад. Таково официальное название. Существовало обращение монарха к русскому дворянству. Я сам первый помещик каждой вашей губернии. Вот сад гатчинского помещика Александра Александровича Романова. В доме всегда держали зверьё и птиц. По утрам в саду царь гулял с собаками. Своих питомцев царская семья хоронила у себя под окнами. Пуша, попочка, попочка как аду, бульбом, блэк. Пёс Тип прожил 13 лет, умер своей смертью. Кудлатая собака Камчатка – любимица семьи. Она есть на многих царских фотографиях. Её знала вся Россия. Камчатку взяли с собой в поездку на юг, и она погибла при крушении царского поезда под Харьковом. Само убийство императора-реформатора доказывало пагубность реформ. Смену курса начали ещё до похорон Александра Второго. Навсегда отложили, уже одобренный покойным государем, созыв представителей земель и городов, видя в нём первый шаг к чуждому парламенту и конституции. К сожалению, все мысли о парламенте и конституции господин Победоносцев продолжает упорно называть дьявольским измышлением. Александр Третий о парламентаризме в письме Победоносцеву. Пока я жив, не допущу я этой лжи на Святой Руси. Я слишком глубоко убеждён в безобразии представительного выборного начала, как оно существует во всей Европе. В детстве учитель Александра, ныне оберпрокурор Священного Синода, неистовый борец с либерализмом, Константин Победоносцев – идейный соавтор эпохи. Знаменитая картина Репина «Заседание Государственного Совета». Победоносцев заседал в нём целых 35 лет. Оберпрокурора Синода называли «непроветренной гробницей», «кощеем православия», «великим инквизитором». В Советской империи с царским замом по идеологии Победоносцевым сравнивали оберидеолога ЦК Суслова. На отдельном репинском этюде Победоносцев и вправду страшен, живая мумия. Ровесник начала царствования Александра Третьего – Александр Блок. В те годы страшные глухие в сердцах царили сон и мгла, Победоносцев над Россией простёр совиные крыла. Антилиберализм Александра Третьего – это не убеждение, а вера. Как в Господа Бога государь свято верил в особый русский путь, на котором западных реформ нет и быть не может. Император всероссийский есть самодержец великодержавный и неограниченный. Хотя деяния Александра Второго продолжают именовать великими, 25-летний юбилей отмены крепостного права в 1886 году не празднуют. Сохраняя устои, не допускают выхода мужика из сельской общины. На 20 лет до Столыпинской реформы задержав создание кулачества как класса. Костромская область. Отсюда начинается деревня Домнино, родовая вотчина бояр Романовых. В 1613 году Иван Сусанин завел врагов в здешнее топкое болото, врагов погубил, сам погиб и тем спас Михаила Романова, основателя династии. Здесь был совершен главный народный подвиг – жизнь за царя. И с тех пор царь отдает жизнь за народ. В этом и есть великая сермяжная правда. Она же исконная, она же пасконная, она же кондовая. Вот она, понда, нижнее бревно, основа основ. Ее выдернешь, все рухнет и тебя убьет. Как может Александр Третий, самый русский император, распустить крестьянскую общину? Ею держится святое единство царя, мужика и земли. Ее не будет. Что у нас останется русского? И как можно распустить здешний совхоз? Он называется Сусанинский, а мог бы называться имени трехсотлетия Дома Романовых. Чтобы вместо общинной, общественной собственности на землю была частная, чтобы землю русскую продавать. Продать по-русски значит предать. А за измену родине знаешь, что бывает? Снова в ходу триада православие, самодержавие, народность, а руководимый Победоносовым Синод работает Министерством Веры и Правды. Покончено с вольностями западных полуавтономий. Финов лишают войска и почты, поляков валюты, литовцам латинский алфавит переводят на кириллицу. Но то лютеране и католики. Худшие надсмены империи не Христи, иудеи. Четыре миллиона евреев обитают в черте оседлости в Польше и западных губерниях. Лицам с высшим образованием, купцам первой гильдии и прочей элите дозволено жить в столицах, но чуть что правила меняют. В подмосковной Салтыковке «Золотая осень», как на знаменитой картине Левитана. Великий русский художник Исаак Ильич Левитан не был евреем особо религиозным, но из иудейской веры в православие не крестился, а потому дважды при ужесточении режима получал предписание о выселении из Москвы. Переезда иноверца по железной дороге на дачную станцию Салтыковка для властей было достаточно. При первом выдворении Левитан в Салтыковке покушался даже на самоубийство. Мог и не написать свои полные православного настроения картины «Над вечным покоем» и «Вечерний звон». Дело только в вероисповедании. Крестись и все пути открыты. Иудеям ограничивают торговлю, их не допускают вземства, думы и управы. Но на смену веры ради прав и карьеры решаются очень немногие. Мне надоело, мне надоело кушать кусок этого горького хлеба. Мне надоело, мне надоело переживать этих неприятностей. Солженицын, 200 лет вместе. Погромы, ограничительные законы Александра Третьего взверили на борьбу значительную часть еврейской молодежи. Слово «погром» из русского языка пришло в мировые. Конечно, и прежде бывали случаи, но от Александра Третьего и далее, и от Киева и далее еврейские погромы катятся регулярными волнами. Елизавет Град, нынешний Кременчук, Екатеринославская губерния, нынешняя Днепропетровская, Полтавская губерния, Молдавия, Одесская губерния и сама Одесса. Полиция пытается пресекать погромы, но не справляется. Не только евреи-революционеры и отряды самообороны в еврейских местечках. Мирные евреи не менее опасны. В решение еврейского вопроса в России не верят ни евреи, ни власть. Впервые при Александре Третьем, прежде всегда въездную империю, массово покидают ее подданные. Неужели со стороны Бога не было ошибки поселить евреев в России, чтобы они мучились здесь, как в аду? Ежегодно выезжает 15 тысяч евреев, прежде всего в Америку. Там потомки местечковых обывателей составят цвет банковского и газетного дела будущих Голливуда и шоу-бизнеса. Власть выезду не препятствует, ставит только условие не возвращаться обратно. Западное представление о России и русском царе – огромный бурый медведь. Александр Третий подтверждал, как никто другой. Но этот медведь так ни разу и не вылез из своей берлоги для большой драки. Ловля рыбы на удочку за сто с лишним лет изменилась мало. Поплавок грузило, червяка на крючок насадил. Какой тут может быть прогресс? Рыбалку на Гатчинских прудах очень любил Александр Третий. Когда его пытались отвлечь, ну там срочные депеши из Лондона или Вены, император обычно отвечал – Европа подождет, пока русский царь наловит себе окушков. И Европа ждала. Однако, поспешая медленно, совершили крутой внешнеполитический поворот. Недлинное царствование Александра Третьего Россия закончила союзницей Франции против Германии, а начинала – союзницей Германии против Англии. Прямое столкновение колониальной империи номер один – британской, и колониальной империи номер два – российской, всегда считали невозможным. Ну, невозможна ведь борьба кита и слона. Но русские, двигаясь из Средней Азии на юг, присоединяют всю нынешнюю Туркмению, а англичане, двигаясь из Индии на север, устанавливают протекторат над Афганистаном. Две империи встретились. Резолюция Александра Третьего на депеше русского посла из Лондона. Нечего с ними разговаривать. Под руководством англичан афганцы занимают Индинский оазис на юге Туркмении. Их громит бригада генерала Комарова. Англия объявляет мобилизацию, планируя напасть на Россию флотом с Черного моря. Уайт-Холл, знаменитая лондонская улица, на которой расположено Министерство иностранных дел. А раньше в этом же комплексе зданий было и ведомство с чудным имперским названием Министерство по делам Индии. Во время русско-английского столкновения в Южной Туркмении министерство возглавляет Рандолф Черчилль, его сыну Уинстону, будущему великому премьеру, в это время 10 лет. От былого великолепия здесь остался только индийский чай в кафе напротив, который, кстати, называется Черчилль. Англичане называют Россию ледником, надвигающимся на Индию. Так и представляю, что-то огромное, доисторическое, которое с севера надвигается на Индию и готово поглотить ее, главную жемчужину короны Британской империи. Рандолф Черчилль готов даже поступиться результатами предыдущей войны с Россией, войны выигранной, сенька, крымской. Министр по делам Индии Рандолф Черчилль заявляет, я бы отдал русским Константинополь с проливами, при условии, что они отодвинут свою границу в Средней Азии на 300 миль к северу. За первую и последнюю победу русских над афганцами Александр Третий награждает генерала Комарова золотым оружием. Воевать с самими англичанами не пришлось. Союзники России, Германия и Австро-Венгрия надавили на Турцию, и султан объявил о закрытии Черноморских проливов для английских кораблей. В том же здании МИДа на Уайт-Холле подписывают лондонский протокол о границе России и Афганистана. Вся спорная территория, отвоеванная генералом Комаровым, Пенгинский оазис отходит к России. По лондонскому протоколу граница России с Афганистаном это и будущая граница СССР с Афганистаном, а теперь это граница бывших союзных республик с Афганистаном. Город Кушка – самая южная точка страны столетия. Будут заучивать российские, а потом советские школьники. Максимальное продвижение Российской империи на юг. Ведь пушка, она южнеет Ницца. Но обеспечивший этот последний бросок на юг, союз России с Германией и Австро-Венгрией недолговечен. С австрияками русские соперничают на Балканах, а немцам в любом споре австрияки куда ближе русских. Россия выходит из этого союза и сближается с Францией. Поначалу это выглядит почти противоестественным. Министр иностранных дел России Гирс. Как могут французы воображать, будто император Александр пойдет против своего дяди? Александр Третий приходился германскому императору Вильгельму Первому внучатым племянником, а Вильгельму Второму – троюродным братом. Русский царь – помазанник божий, а Франция – республика президента заново выбирает каждые семь лет. Но Александру нужен новый союзник, и он переступает через монартические святыни. В 1891 году сюда, в Кронштадт, с официальным визитом приходит французская военная эскадра. Александр Третий демонстративно отправляется встречать ее лично. Накануне обсуждается деликатная протокольная проблема, но император только пожал плечами. Ничего страшного, пусть играют, раз у французов такой гимн. И поднявшись на борт флагмана, спокойно выслушивает, сняв фуражку, революционную Марсельезу – государственный гимн Франции. То первое публичное исполнение Марсельезы в России. Санкт-Петербургские ведомости. Две державы располагают такой силой штыков, что Тройственный союз должен невольно остановиться в раздумье. Тройственный союз – это Германия и Австро-Венгрия вместе с Италией. Складываются два лагеря врагов в Первой мировой войне. Стартовав при Александре-отце, русский капитализм при Александре-сыне подошел к своему расцвету. Экономический блок правительства – череда бесспорных профессионалов. Николай Бунге, Иван Вашнеградский, Сергей Витте. Впервые государственный бюджет России с профицитом. Доходы превышают расходы. Впервые министр финансов, а не внутренних дел – ключевой член царского правительства. Еще не развиты биржи и банки. Товары и капиталы движутся через ярмарки. Крупнейшая из них – Макарьевская в Нижнем Новгороде у впадения ОКИ в Волгу. Играйте, и всем доказывайте, что вы на самом деле. Каждый год 15 июля в Нижнем Новгороде, открывая ярмарку, поднимали флаг. Именно при Александре-третьем бело-сине-красное полотнище, прежде торговый флаг России, сделали государственным. Может, единственный случай в истории дворянской Российской империи, когда купеческий символ, символ третьего сословия, стал общенациональным. Было поверье, что если поднятый флаг развивается на ветру, то значит торги будут удачными. Вот. Не развивается. Так и ярмарку в том виде не проводят с 1917 года. Главный ярмарочный дом в единственно верном русском стиле. Нижний Новгород, третий город империи, ведущий торговый центр, карман России. Макарьевская ярмарка, царская ВДНХ. В ее павильоны гордость отечественного производителя. В ярмарочной опере поет молодой Шаляпин. В ярмарочный цирк из Шапито переезжает в стационарное здание. Год от года пышнее издаются альбомы каталоги проституток для нужд господ предпринимателей. На ярмарочные деньги выстроен весь исторический центр города. В том числе нынешняя главная торгово-ресторанная пешеходная улица Нижнего Новгорода. Россию к чаю приучила именно Макарьевская ярмарка. Весь 17 век, весь 18, весь 19, вплоть до великих реформ. Чай, тогда обычно китайский, здесь главный товар. При Александре Третьем внутренний рынок становится важнее внешнего. Выросла покупательная способность населения. И на рубеже веков Россия впервые начинает чай пить массово и всенародно. А для российского купечества чай с деловым партнером – это главный бизнес-ланч. Заключая сделки, чай хлещут самоварами. Исправного купчину называли «Водохлёб Чайпитьевич». Сергей Витте. Россия может сделаться великой, лишь когда будет страной не только земледельческой, но и промышленной. Свой частный капитализм молод, только его силами промышленных не поднимешь. Страна распахивает двери заграничному капиталу. В русское правление Александра Третьего не боятся обвинений в распродаже Родины. Иностранцам не продают только землю у границ, и их не допускают к пороховому делу и к золотодобыче. Здравствуйте. Возьмите это чемодан. Это файн жора. К концу века половина мировой нефтедобычи в Баку. На трубе сидят Швед Нобель и французский еврей Ротшильд. Донбасс впервые опережает Урал по выработке угля. Там правит англичанин Джон Юз, основав свою столицу Юзовку, нынешний Донецк. Предприятие иностранных инвесторов первого русского капитализма легко узнать по названиям. Их сразу после октября переименовали очень революционно. Нынешний завод Серп и Молот – это бывший завод Бужона. Красный Пролетарий – завод братьев Бромлей. Красный Октябрь – товарищество Эйном. Новая Заря – бракар и компания. Красная Заря – это бывший Эриксон. А вот объединение электросила имени Кирова. На этой стороне заводские корпуса, и на той стороне заводские корпуса, и еще на той стороне станция метро электросила. А если бы не экспроприация и не переименование, все бы было Сименс. И может даже станция метро Сименс. Как отдать долг банкиру Шмидту? Ну попросите его, чтобы он подождал с уплатой. Эпоха сбережения сил и сбережений буквальных. Частные вклады в казенных сберкассах при Александре Третьем выросли в 33 раза. В городах газовые фонари меняют на электрические, новые доходные дома строят с водопроводом и даже проводят телефон. Из постановления Кабинета министров. Устройство телефонных сообщений предоставить частным предпринимателям по выбору их министрам внутренних дел. Алло, 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 вы меня слышите? Алло, алло, вы слышите меня? Алло, алло, да, я вас слышу. Петербург, Москву, Одессу, Варшаву и Ригу телефонизирует компания-изобретателя, американца Александра Белла. В этом доме на Московской улице Кузнецкий мост. Первая в России телефонная станция. Все было как с мобильниками через сто с лишним лет. Сперва телефоны страшно дорогие, их могут позволить себе только банки, но в течение 20 лет тариф снижается в пять раз. К этому времени Александра Белла в России сменяет Эриксон. Первую междугороднюю линию проводят из Петербурга в Гатчину. Александр Третий – первый русский начальник с вертушкой, с аппаратом правительственной телефонной связи. Меня не только департаменты возмущают, господа. Заниматься большими делами, политикой запрещено. Русская идея 80-х годов – идти в народ с малыми делами. В эпоху реформ в центральных губерниях учредили земства, органы местного самоуправления. Прав у них немного, а обязанность самая трудная – поднимать цивилизованность русской жизни. Симбирск, улица Московская, на которой дом семьи Ульяновых. Самый большой, сохраненный в России, мемориал 80-х годов 19 века. Здесь жили творцы эпохи малых дел. Городская трудовая чистая публика. Примерно в середине Московской улицы, уже в деревянной ее части, в собственном доме с супругой и шестью детьми, инспектор, затем директор народных училищ Илья Николаевич Ульянов. За 10 лет его работы в Симбирской губернии открыли 434 школы. Массовое начальное образование в неграмотной стране поднимают тысячи земских школ трехлеток. Земство организует участковую медицину. Система сохранилась до сих пор. Что болит? У него болячка на локте. Земский врач первым в истории обследовал большинство населения России. Причем бесплатно. Частная практика за деньги тоже существовала. Но работу в земстве полагали гражданским долгом. Земский врач Капустин. Помощь врача в земстве не есть личная услуга за счет больного, не есть также акт благотворения, она есть общественная служба. Никогда врач и учитель не будут у нас так высоко цениться во всех смыслах этого понятия. Я преподаватель среднеучебных заведений коллегский советник Бачей. Илья Ульянов на ниве народного просвещения дослужился до действительного статского советника, чин генеральский, и получает потомственное дворянство. Илье Николаевичу далеко было до хозяев каменных особняков Симбирска, но зажиточность семьи Ульяновых немыслима, например, для советских служащих. На жаловании тогдашнего заведующего облано Илья Николаевич содержит дом, 10 комнат и 2 террасы, кухарку, няньку, рассыльного, сезонных рабочих в саду. Городская усадьба, 2 гектара построек, а туда дальше еще 3 гектара сад. Во дворе каретный сарай, дровяной, сеновал, баня. Вот площадка для игры в крокет, а еще играли в городки. И любимая детская забава того времени – гигантские шаги. Забытый этот аттракцион рассчитан на четверых детей. Вот, ногу вставляешь сюда в петлю, разбегаешься, толкаешься, и под действием центробежной силы при каждом толчке подлетаешь. Получается, что делаешь гигантские шаги. За счет местных бюджетов, хозяйства и быт империи наконец описали и проанализировали. Русскую земскую статистику считали лучшей в мире. По ней судят о развитии капитализма в России. Журналисты петербургской газеты «Неделя», авторы самой «Теории малых дел», тоже работали статистиками в земствах, чтобы знать жизнь. Верховная власть земства ограничивала и стесняла, но они более всех благоустроили Россию. Ремонт дорог и страхования, сберегательные кассы и сиротские дома системно и повсеместно вершились малые дела. Земский деятель – лучший тип отечественного либерала, верящего в прогресс через труд и умеренность. Как и в сегодняшней рекламе, тогда тоже свой неповторимый стиль следующему поколению передавались с часами и еще с шубой. Она тоже часто переходила от отца к сыну. И добротная енотовая шуба Ильи Николаевича, ей стало быть 130 лет, перешла к его сыну Владимиру Ульянову. Он в ней поедет в ссылку в Сибирь, в деревню Шушенская, будет носить и после революции. А потом она достанется его младшему брату Дмитрию Ульянову. Осенью 1888-го Александр Третий с семьей совершает большую поездку по империи. На Кавказе доехали до Батума, возвращаются пароходом до Севастополя, там сразу садятся на поезд. На следующий день первая остановка в Харькове, где ожидается торжественная встреча. Меньше часа остается до Харькова. Заканчивают завтрак, подали десерт, любимую Александром Гурьевскую кашу, сладкую манку с пенками и тертыми орехами. К императору подошел официант, хотел было подлить сливок, вдруг страшный удар, и все пропало. Царский поезд сошел с Вельсов. 277-я верста, Курско-Харьковско-Азовской железной дороги, перегон Тарановка-Борки. Здесь произошло крушение царского поезда. Вагоны полетели вниз с высокой насыпи, у вагона столовой подломились стены, он оказался придавленный собственной крышей. Погибло 23 человека, но никого из Романовых даже не ранило, только незначительные ушибы. Свершил действительно чудо. Был убит официант, подливавший сливки государю и стоявший к нему вплотную. Серебряный портсигар в кармане царя оказался сплюснутым, но Александр этого удара даже не почувствовал. Крушение у станции Борки потрясло Россию. Подробные отчеты во всех газетах говорили, что могучий император приподнял на плечах край рухнувшей вагонной крыши, давая своим близким возможность выбраться. Журнал «Нива». Бог не попустил несчастья для России. Царь, царица и августейшие дети были сохранены для Отечества. В тот же день служили молебен о чудесном спасении царской семьи и панихиду по убитым. Позже на месте катастрофы поставили храм. Сохранилась только его полуразрушенная часовня. Царь все поминал Бога и управляющего юго-западной железной дорогой. За несколько недель до случившегося в Борках этот чиновник потребовал на вверенном ему участке снизить скорость царского поезда. Изумленный такой выход, государь даже пожелал выслушать объяснение. Явился инженер-путеец и принялся с жаром доказывать, что тяжеленные пульмановские вагоны не могут двигаться так быстро, что крушение неизбежно. Теперь этого дерзкого провинциала Александр назначает директором департамента железных дорог. Фамилия путейца была Витте. Восходит звезда виднейшего государственного деятеля рубежа веков Сергей Юлевич Витте, будет министром путей сообщения, министром финансов, председателем Совета министров России. Из обрусевших голландцев умный, насмешливый и страшно тщеславный Витте действовал экономически. Он регулировал тарифы и заслужил славу тарифмейстера. К 91-му году рентабельность железнодорожных перевозок 40%. Ваше превосходительство. Давно у вас ожидаемся. А вы другим поездом прибыть изволились. И-и-и! Путеец. Престижная профессия полумиллиона человек. Инженеры и кондукторы, телеграфисты и смотрители несут прогресс непроезжей стране. Какая сумаслом учененное повреждение железной дороги? Самые простые на российских железных дорогах вагоны третьего класса пригородного сообщения. У Чехова в знаменитом рассказе «Жалобная книга. Вся Россия едет по железной дороге, оставляя записи в станционной книге жалоб». Вроде того, что «Подъезжая к сией станции и глядя на природу, у меня слетела шляпа». Железнодорожный бум 90-х превратит Россию в величайшую железнодорожную державу. Встроили в среднем по 2500 верст железных дорог в год. А однажды поставили абсолютный рекорд, не побитый даже советскими трудовыми лагерями. 5200 верст пути за год. Главное классовое разделение страны по тому, кто как ездит. Третий класс – вагоны зеленого цвета, второй класс – желтые, и первый класс – синие. У Александра Блока вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели, молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. На пике железнодорожного бума решают рельсами соединить всю империю. Мол, по великому пути, Транссибу, у власти наконец дойдут руки до самой окраины, чтобы не потерять Владивосток, как теряли Севастополь. В то время железная дорога из центра страны на восток есть до Челябинска. От Урала до Приморья еще 7500 верст. Прорубать тайгу, пробивать тоннели в горах, перебрасывать мосты через Великие реки Сибири. Сергей Витте. Транссиб обеспечит русскому военному флоту все необходимое и даст ему твердую точку опоры в наших портах. Своему наследнику, будущему Николаю II, император поручает закладку Транссиба во Владивостоке. У самого Тихого океана, в местечке Куперово-Пать, цесаревич лично насыпает первый путь Щебенки. 19 мая 1891 года наследник престола Николай Александрович с лопатой и тачкой на этой насыпи начинает строительство Транссиба. Последний Романов стальным обручем железных дорог собирает русские земли. Позже дорогу здесь переложили подальше и чуть повыше. Все-таки то первоначальное полотно, оно уж слишком близко от океана. Более века Транссиб, главная транспортная магистраль России и самая длинная железная дорога в мире. Бухали миллиард золотых рублей. В теперешнем исчислении это больше годового бюджета страны. Но второй раз после Ермака покорили Сибирь и на пересечении Транссиба с Обью основали ее новую столицу в станцию Новониколаевск в сегодняшний Новосибирск. Новосибирск Эпоху реформ в России называют оттепелью. Контрреформы соответственно заморозками. Контрреформаторы каждый раз предупреждают оттепель грозит половодьем весенним потопом который снесет всех и вся. Фраза публициста Константина Леонтьева надо подморозить Россию уже век с четвертью девиз радикальных русских консерваторов. В статье «Грамотность и народность» Леонтьев особо призывает подождать с образованием чтобы либеральное западничество не испортило народную душу. Вред для себя народного просвещения понимали многие режимы но русские консерваторы не стеснялись признаваться в этом открыто. Помета Александра Третьего на показаниях крестьянки Ананиной готовившей сына в гимназию. Это и ужасно! Мужик а тоже лезет в гимназию. Станешь учиться в гимназии потом станешь студентом. В 1887 году принимают одиозный циркуляр о кухаркиных детях. Россия первый академик который пришел в Москву с рыбным обозом запрещает поступать в гимназию не только крестьянским детям но и городскому простонародью. из циркуляра министерства просвещения гимназии освободятся от детей кучеров поваров кухарок прачек мелких лавочников коих вовсе не следует выводить из среды коей они принадлежат. воспетый предыдущей эпохой талант из народа главная сила огромной страны отныне не имеет доступа даже к среднему образованию. мемориальный класс бывшей симбирской классической гимназии циркуляр о кухаркиных детях принимали дабы не допустить в гимназии а отсюда в университет простолюдинов потенциальный революционный элемент но главным деятелем октябрьской революции станет закончивший эту гимназию в год принятия циркуляра в 1887 потомственный дворянин Владимир Ульянов а главным деятелем между февральской и октябрьской революцией будет сын директора этой гимназии Федора Керенского Александр Керенский по циркуляру о кухаркиных детях сына прачки Николая Корнейчукова исключают из 5-й Одесской гимназии став знаменитым писателем Корнеем Чуковским он расскажет об этом в повести серебряный герб Корнейчуковский серебряный герб перехватив мою фуражку инспектор гимназии делает ужасную вещь выламывает из нее мой гимназический герб и отдает ее мне без герба я учиться хочу исключенный школяр пошел работать помощником маляра самоучкой овладел английским переводчика и литературоведа Чуковского потом изберут почетным профессором Оксфордского университета честь которой прежде удостаивались Александр I и Александр II и не удостоился Александр III В империи семь университетов в них 25 тысяч студентов православные на площади студенты бунтуют в главных гнездах вольнодумства проводят самые решительные и скорые реформы плату за обучение повышают в пять раз возвращают студенческую форму унифицируют программы упраздняют старый устав ректоры теперь не избираются а назначаются в 1884 году в России впервые додумались забревать неугодных студентов в солдаты коридор главного здания Санкт-Петербургского университета его еще называли Второй Невский на самом Невском проспекте через три года после принятия нового университетского устава арестовывают заговорщиков готовивших убийство Александра III все студенты самый известный для потомков Александр Ульянов старший в семье директора симбирских училищ студенческие организации запрещены и загнанные в подполье они только радикализируются через студенческие кружки университетскими коридорами в Россию приходит марксизм по делу Александра Ульянова и товарищей проходило 15 революционеров суд приговорил к смертной казни всех царь утвердил повешение пяти нераскаившихся Ульянов среди них Испрошение вдовы действительного статского советника Ульяновой о помиловании сына Если бы я могла представить сына злодеем у меня хватило бы мужества отречься от него Сын мой всегда был ненавистником терроризма Отзыв Александра III Хорошо же она знает сына Печать полагают разносчицы политической заразы В пореформенной России легко учредить средства массовой информации Одно власть закрывает а уникальный журналистский коллектив начинает издавать другое Оберт прокурор Синода Победоносцев Самые ничтожные люди какой-нибудь бывший ростовщик Жит Фактор могут основать газету привлечь талантливых сотрудников и пустить свое издание на рынок в качестве органа общественного мнения Дальнейшее печатание прекращается Да, но мы У нас разрешение можете жаловаться В царстве Александра Третьего закрывают семь изданий заставляют закрыться еще восемь и выделяют по восемьдесят тысяч в год консервативной газете Гражданин Критика любых действий любой власти публикация статей против правительственных учреждений запрещена официально К художественной литературе те же претензии что и к журналистике Вся литература девятнадцатого века теперь умещается в одном компьютере и все изъятия книг и журналов при Александре Третьем можно произвести одной мышкой В восемьдесят четвертом году изъяли сто тридцать три названия спустя десять лет еще сто шестьдесят пять из русских авторов более всех пострадали Добролюбов Короленко Писарев Гаршин и почистили прошлое из библиотек изъяли подшивки восьми журналов издававшихся в эпоху великих реформ в том числе закрытые правительством современник Некрасова и отечественные записки Слатыкова Щедрина самый проблемный автор граф Лев Толстой его исповедь трактат «В чем моя вера?» народные рассказы запрещают еще в рукописи пьесу «Власть тьмы» разрешили напечатать но запретили ставить повесть Крейцерова соната запретили после встречи жены писателя с царем разрешили но напечатав потом изъяли из библиотек а надо понимать надо понимать что так жить нельзя главный автор романов про конфликт эпох Иван Тургенев давно переселился в Европу подальше и от отцов и от детей лишь наведываясь в Россию из своего поместья в Бужевале под Парижем Этот поворот дороги вокруг поляны эти плакучие ветви они описаны Тургеневым в его последнем романе «Новь» роман был закончен здесь в Бужевале за него на Тургенево ополчились все русские революционеры только конечно это описано не как Франция а как русская усадьба В романе «Новь» нового немного влюбленная пара идет в народ но теряет и любовь и веру в свое дело а крестьяне сдают бунтарей в полицию во времена последних споров о русском пути Тургенев считался вождем западников либералов а Достоевский славянофилов консерваторов теперь споры кончились власть выбрала путь став на сторону славянофилов перед столом в своем бужевальском кабинете Тургенев повесил выполненное специально для него авторское повторение московского дворика Поленова всегда кажется что двором этой городской усадьбы Герасим идет топить муму тут были написаны знаменитое стихотворение в прозе в том числе заучиваемое советскими школьниками наизусть обращение о великий и могучий русский язык как не впасть в отчаяние при виде всего что совершается дома тут Тургенев по просьбе составителей национального словаря французского языка во второе издание вносит русские заимствования например слово ля тройка тройка вообще это скорее кабинет славянофила что Тургенев западником что Достоевский славянофилом авторитетами этих доктрин они были как властители умов чужих умов сами они от этих доктрин были свободны над свободой собственного ума они были не властны самый знаменитый в Европе русский писатель вместе с Виктором Гюго Тургенев возглавляет международный литературный конгресс еще наследником престола будущий Александр Третий приехав в Париж специально встречался с Тургеневым впечатления они друг на друга не произвели Сразу после вошедствия Александра на престол Тургенев пишет в Бужевале анонимную статью для ведущего французского общественно-политического журнала по просьбе автора текст слегка редактирует Гиде Мопассан из анонимной статьи Тургенева Александр Третий в Ля Ревю Политик и Литерер Либералы может быть сумеют доказать императору что либеральные реформы отнюдь не привели бы к потрясению трона а только укрепили бы его перевод с русского не в первый и не в последний раз о пользе русского либерализма пишут из-за рубежа и для зарубежья но с расчетом что русская власть прочтет и прислушается Тургенев умер в Бужевале продиктовав перед смертью рассказ конец в нем мужики убивают барина из-за земли у каждого русского царствования был свой стиль и каждый русский стиль был частью мирового барокко Елизаветы классицизм Екатерины ампир Александра Первого все состязались с Европой в чем-то уступая чем-то превосходя и только при Александре Третьем стиль не имеющий мировых аналогов храм на месте убийства императора отца император сын строит в конце девятнадцатого века будто в середине шестнадцатого спас на крови как бы Василий Блаженный но не суразно большой и совсем не подходящий для Петербурга здоровенные палаты в духе русской старины прижились в центре Москвы исторический музей открывают коронации Александра Третьего и называют его именем смесь готического замка и русского терема но терема больше шатры и башенки русскость снаружи и внутри вровень с историческим музеем здание Московской городской думы оно и вовсе пряник-ковришка эта сдобная сказка и потом будет очень нравиться в памятнике эпохи Александра Третьего откроет музей Ленина и детский классик напишет про большой красивый красный дом похожий на дворец из условий конкурса на здание Московской думы фасады должны быть обработаны в стиле памятников русского зодчества шестнадцатого и семнадцатого веков этой архитектурной византийщине даже не нашли названия прошел век к фальшивой древности привыкли без столетних новоделов которые рядятся под ровесников Кремля эти места и представить теперь нельзя напротив Кремля навсегда определяя ширину Красной площади ставят верхние торговые ряды внутри европейский пассаж за стекленным верхом и местом свидания в центре у фонтана снаружи тоже терем-теремок с нарядным крылечком пузатые колонны бочонки гранит под дерево исторический музей и нынешний гум они и образовали Красную площадь царская коллекция русских картин составит русский музей Александра Третьего в Михайловском дворце нынешний государственный русский музей кто художник? Сюриков ваш императорский речи сколько ж ты хочешь за картину с сильным характером историческая живопись особенно пришлась ко двору Василий Суриков пишет реальных деятелей среди подлинных событий Виктор Васнецов смешивает быль былину и сказку и среди трех богатырей в Илье Муромце узнают стать Александра Третьего все русские императоры слыли меломанами но Александр Третий еще и музыкантом играл на фортепиано по собственному выражению недурственно с женой музицировал в четыре руки в духовых государь был мультиинструменталистом в юности Александр играл на корнете таком маленьком медном рожке потом уже императором играл на волторне но изредка времени тогда не хватало а когда время было еще наследником престола еженедельно играл в духовом оркестре на геликоне вон он геликон геликон позади всего оркестра но его партия всем слышна самый низкий бас для Александра специально заказывали геликон увеличенных размеров обычный для исполина Александра был тесноват тяжеленный инструмент до того давил на погон что в оркестре Александр всегда играл в штатском сюртуке по 4 часа каждый четверг на протяжении 9 лет во какая тяга к прекрасному с Александра Третьего спектакль в императорском театре главное вечернее мероприятие в честь праздника юбилея или визита главы иностранного государства резко увеличены субсидии трупам выросли хоры и оркестры император лично утверждает оперный и балетный репертуар в Мариинском театре он фактически художественный руководитель не пропускает ни одной генеральной репетиции отныне особый блеск Российской империи придает ее пышная и изящная музыкальная сцена прижизненно признанный главный классик Петр Чайковский Петр Чайковский нельзя не быть бесконечно благодарным царю который придает значение деятельности артистической от Глинки при Николае Первом до Чайковского при Александре Третьем пятьдесят лет за полвека красота по-русски стала тоньше богаче меланхоличнее и лучшее движение души прежде считавшееся сугубо частным делом на ней пользуется щедрой государственной поддержкой У Глинки главное творение героико-патриотическая опера жизнь за царя и что ему за это всего-то казенная квартира с дровами У Чайковского собственно лишь одно державное произведение Увертюра 1812 год а он кавалер ордена святого Владимира и у него именная императорская пенсия 3000 рублей серебром в год это не значит пенсионер имперского значения это значит народный артист российской империи в конце жизни Чайковский снимает эту знаменитую городскую усадьбу в Клину а после кончины похороны за государственный счет впервые после Пушкина после всемирной русской литературы с Чайковского началась всемирная русская музыка в 80-е годы уже одинаково небывалый успех дома и за границей за дирижерским пультом Чайковский представляет Россию в лучших залах Европы после концертов в отель или на вокзал его несут на руках Чайковский о своих гастролях в Праге меня принимали так будто я явился представителем не русской музыки а вообще всей России в 1891 году Чайковский едет с гастролями в почти недосягаемую тогда Америку в Нью-Йорке он открывает главный филармонический зал Корнеги Холл Суперзвезда уже не закатится никогда вместе с Моцартом Чайковский самый шлягерный классик в истории репертуарные рекордсмены Пиковая дама Онегин первый фортепианный и последний симфоний Лебединое озеро главный мировой балет а щелкунчик главная музыка главного праздника христианства Рождества Это знают даже главные мировые придурки Бивис и Бархер 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 А это что за отстой А? Слышь Бимень Это же Крисмас Типа елка-палка и все такое 13-й русский император Александр Третий правил 13 лет Вдвое меньше чем его отец или дед Смерть в середине царствования Казалось Александру отпущено быть на троне минимум четверть века Государь скончался от болезни почек Советские историки уверяли болезнь вызвал алкоголизм но достоверных подтверждений тому нет летом летом 1894 пытаясь лечить климатом императора перевозят из резиденции в резиденцию 21 сентября царская семья приезжает в Ливадийский дворец в Крыму здесь могучий богатырь которому и 50 нет угасает за месяц великан и здоровяк Александр страшно исхудал измученной болезнью ему почти ничего нельзя есть он уже не может ни ходить ни лежать и почти не может уснуть когда стало ясно что император безнадежен из Германии срочно вызвали невесту наследника престола давая родительское благословение умирающий в последний раз облачается в парадный мундир принцесса Гессендармштадтская быстро осваивается в роли без пяти минут императрицы наставляя своего нерешительного суженого без пяти минут императора запись принцессы Алисы в дневнике цесаревича Николая сделай так чтобы доктора приходили к тебе ежедневно и сообщали как он себя чувствует чтобы ты всегда первым знал об этом прояви волю не позволяй другим забывать кто ты император умер сидя в кресле в кабинете ливадийского дворца уже через полтора часа после кончины Александра Третьего здесь в ливадийской крестовоздвиженской церкви присягает на верность престолу новый император Николай Второй никто и представить не может что престол переходит по наследству в последний раз на следующий день в этой же церкви панихида по покойному и обращение в православие лютеранки принцессы Алисы она стала Александрой Федоровной здесь же она могла стать и царицей но церемонию венчания перенесли в Петербург и последняя царская свадьба оказалась частью последних царских похорон Российской империи самых пышных в ее истории через всю Россию Александра Третьего везли траурная эскадра и траурный эшелон в Петербурге затянули черным весь Невский проспект по посадам домов и весь Петропавловский собор изнутри за колесницей с гробом как при погребении рыцаря ведут любимого царского коня лорда покрытого черной попоной в соборе посланцы от всех правительств и всех царствующих домов Европы вместе с Романовыми стоят все православные монархи и августейшие особы самых родственных тогда престолов датского и английского Сергей Витте если бы Александру Третьему суждено было продолжить царствовать сколько он царствовал то император по собственному убеждению двинул бы Россию на путь спокойного либерализма вторая и совсем другая половина царствования Александра Третьего это только предположение путь спокойного либерализма при жизни императора было много спокойствия очень мало либерализма а больше всего было убеждение что любой либерализм спокойствие нарушит да ни один из здесь лежащих самодержцев не оставил империю в таком стабильном состоянии но даже при Александре Третьем сознавали в российском котле залатали трещины но однажды он может взорваться весь всего через 10 лет после самого спокойного русского царствования случится первая русская революция Смотрите в следующей серии Николай II начало царствования жених бы на принцессе Алисе Дармштадт город русских цариц коронация первая киносъемка в России новые русские вырубают вишневый сад русско-японская война и вальсы амурские волны и на сопках Маньчжурии Лондон родина большевизма Поп Гапон зачинатель первой революции Российская империя завтра в 22.40 на НТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова